МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас придет Александр Чурин. Будем говорить об итогах поездки нашей делегации в Турцию. А первый час у нас тоже представитель правительства Кировской области Александр Царегородцев, заместитель председателя правительства. Добрый день. Добрый день. И это такой у нас Александр Геннадьевич эфир знакомства. Вы чуть больше месяца в должности, поэтому мы вас сегодня будем представлять нашим слушателям. Ну, как мы уже за эфиром выяснили, не первый раз у нас уже в студии наш гость. Но в этом качестве впервые. Александр Геннадьевич курирует несколько очень важных сфер. И мы сейчас, наверное, попросим его все-таки рассказать о том фронте работы, который перед ним поставлен. Немножечко рассказать об опыте работы. То есть человек вы не новый. Можно, если то, пожалуйста, 3-5 минут примерно. Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемая Анна Дарья. Значит, если вопрос о себе, давайте немножко попытаюсь рассказать. Я кировчанин, житель Кировской области, родился в городе Иранске, школу заканчивал тоже в городе Иранске. Дальше институтки, в то время Кировский политехнический институт, служба в армии. Ну, а дальше трудовая деятельность. Во время учебы в Кировском политехническом институте, наверное, на протяжении 4-х лет возглавлял строитряд «Энергия». Был командиром строитряда «Энергия». Ну, вот если коротенько, то это так, наверное. Так. Если подробнее, задавайте вопросы. Ну, смотрите, вот последнее место работы, да. Что находилось в зоне вашей ответственности, и что из этого опыта вы сейчас можете привнести в свою должность? Практически 30 лет я отработал в системе Кировэнерго. Начал с должности мастера в Иранском районе электрических сетей. Дальше диспетчер, главный инженер района, начальник службы, зам главного инженера, если все должности перечислять. Директор западных сетей в Котельниче, 5 лет в Котельниче. Ну, вот вы смотрите, вы прям идеальный пример руководителя. То есть вот вы с самого-самого низа и до самого-самого верху добрались. То есть вам известны все стадии, грубо говоря. Ну, это может быть не сектор, там только энергетики и системы жизнеобеспечения, но тем не менее немаленький сектор, это электрическая сеть Кировской области. Вот это тот сектор, которым мне пришлось руководить, этот сектор, в котором я работал. Ну, и, в общем-то, вот последние, это 10 лет, там больше 10 лет, 5 лет главным инженером в Кировэнерго, дальше директором Кировэнерго. Поэтому, если вы спрашиваете про мои ощущения в данный момент, да, то у меня ощущение, что я пришел в очередной раз работать главным инженером, только на более высокую ступеньку, отвечая за системы жизнеобеспечения, которые есть и в городе Кирове, и в области. Сюжение только энергетика, но больше. Ну да, это все системы жизнеобеспечения, это электричество, это газ, это вода, это тепло. Так вот, наверное. То есть вы человек к цветнотам привыкший в своей жизни, я так понимаю, да? То есть авральные какие-то вещи, они ужасно неприятны, но вы с ними справляться умеете. Отчасти да, но, скажем так, хотелось бы, чтобы этих авральных ситуаций было как можно меньше. Это основная задача, вот то, что необходимо решать мне, Министерство энергетики ЖКХ и предприятиям топливоэнергетического комплекса Кировской области. Ну, про предприятие как раз топливноэнергетического комплекса, наверное, больше даже топливного. Вход в отопительный сезон в этом году. Как оцениваете? Насколько вообще успели вот его застать именно с точки зрения руководителя, прокурировать, посмотреть, успели, возможно, какие-то проблемы, слабые места выявить? Давайте так. Назначена должность 11 сентября, как раз вот самый пик входа в отопительный сезон. Значит, выехать там в какие-то конкретные районы Кировской области не получилось, но там входили так. С точки зрения города Кирова вошли стабильно, не лучше, не хуже. Мы давайте так разделим сперва, наверное, город Киров, а потом вся область. Если говорить про город Киров, вошли стабильно, еще раз повторюсь, не хуже, не хуже, но были небольшие недочеты с пуском тепла в систему теплоснабжения. Проанализировав эту ситуацию, мы говорим и думаем, скажем так, и понимаем, что часть управляющих компаний не совсем правильно выполнила как команды КТК, поэтому небольшие предпосылки к срыву были, но эти предпосылки были оперативно устранены аварийными бригадами, оперативно выездными бригадами КТК. Поэтому отопительный сезон стабильно в городе Кирове начат. Это вот то, о чем мы говорили, про неготовность внутридомовых систем, правильно я понимаю? Да, да, да. А вообще как-то с этим можно бороться, чтобы не было вот этих препонов в виде внутренних сетей? С этим обязательно необходимо бороться, и предпосылки все к этому есть. В начале отопительного сезона, за определенный период, выпускаться приказ, выпускаться определенный распроительный документ и по области, и по городу Кирову, и по всем теплоснабжающим компаниям. О начале, скажем так, о мероприятиях, которые способствуют подготовке к отопительному сезону. Так вот, этот план мероприятий, он включает в себя и технические мероприятия, и организационные. А самое главное, чтобы вот этот план мероприятий был четко разработан и четко выполнялся. И тогда никаких проблем не будет. Это про город Киров. По области ситуация как выглядит? По области, к сожалению, в нескольких районах мы вошли с ЧСами. То, что, допустим, прошлый и позапрошлый год, годы этих ЧСов на территории области, на начало отопительного сезона, объявлялось меньше количества. С этими ЧСами будем разбираться, и по большому счету... ЧСы — это чрезвычайные ситуации, да? Ну, в общем-то, да, скажем так. Ну, формулировка такая. Все правильно. Да. Да, абсолютно правильно. Вы правильно поправляете. Не-не, я слушателям просто расшифровываю на всякий случай. Как технический руководитель. Я привык к неким сокращениям АПВ, АВР, АЧПВ, АПВ, ну и вот подобные вещи, они более понятны. Но это техническим специалистам, техническим руководителям. В общем, были не очень приятные ситуации в нескольких районах Кировской области. Мы эти ситуации взяли на контроль. И это ближайший мой план работы — выезд туда в эти районы вместе с Министерством энергетики и ЖКХ, для того, чтобы еще раз прямо на месте проанализировать, что же там происходило, почему мы вот именно так запускались в отопительный сезон. А там проблема в чем? То есть это какие-то технические дефекты, которые они устранили, или непосредственно отсутствие топлива? Топлива, может быть, не было в котельных завезено вовремя, еще что-то. Потому что такие случаи тоже бывали несколько лет назад, я помню. По-большому это, скажем так, газоснабжающие организации не хотели подавать газ на те котельные, которые отапливают население. Наверное, так вот проговорил. А почему не хотели? Потому что там не погашены долги. Вот этот момент самый главный. Ну и ряд технических моментов есть, но я думаю, что это все устранимо. Поэтому еще раз тогда мы сделали рейтинг, провели, проанализировали ситуацию вместе с министром энергетики и ЖКХ Рейткиным Игорем Юрьевичем. Проанализировали за последние три года, посмотрели рейтинг районов, кто же там у нас готов был лучше, кто хуже был готов к отопительному сезону. В антирейтинг, наверное, попало порядка 15 районов, но у каждого свой вес, скажем так, этой готовности, неготовности и так далее. Вот это план работы, еще раз повторю. Самый-то двоечник кто? Верхнекамский район. Это север? Да, я тут даже и скрывать не буду. Это Верхнекамский район. Казалось бы, да, вот северные районы, они должны в первую очередь быть готовы к отопительному сезону. Но там и проблем, там объективных проблем, почему, скажем так, все это происходит, они там тоже присутствуют. Поэтому надо разобраться, скажем так, не рубя шашкой, что называется, да, приехать и нормально разобраться, и сделать какой-то, ну, сверстать антикризисный план вот этих мероприятий. Ага, ну то есть этот рейтинг, он не для того, чтобы кого-то пожурить, а кому-то, ну, какой-то значок, грубо говоря, дать. То есть это для самого правительства, для вашего понимания или? Ну, ведь я пришел с системы Кировэнерго, без рейтинга, без анализа, в системах жизнеобеспечения работать невозможно. В любом случае, там, как правило, есть лучшие районы, ну, в прежней службе это районы электрических сетей, а здесь районы уже Кировской области, есть те, которые заходят в этот отопительный сезон, без проблем, а есть которые с какими-то там небольшими проблемами. Конечно, это прежде всего аналитика, и в этот план работы, еще раз повторюсь, мой и Министерство энергетики ЖКХ. Я предлагаю тогда на 30 секунд чуть-чуть пораньше нам прерваться, и перейдем к следующим темам. Хорошо. Возвращаемся в эфир. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Александр Царегородцев, заместитель председателя правительства Кировской области, говорили о входе в отопительный сезон в нашем регионе в этом году, проанализировали те районы области в правительстве, где были проблемы, где были заминки. Сейчас будут анализировать причины и понимать, что нужно сделать в следующем году, чтобы проблемы не повторялись. Вы сказали, что вы вместе с Игорем Юрьевичем Рейкиным анализировали, но вот вчера пришла новость, что Игорь Юрьевич нас покидает, но как минимум покидает правительство Кировской области, администрацию. Давайте, наверное, прокомментируем таким образом. Игорь Юрьевич, нас точно никуда не покидать, и мы на это надеемся. Нет, я к тому, что он в здании по соседству с нашей редакцией вроде бы не собирается больше работать. Коллегам объяснил, что больше внимания хочет уделить здоровью, и сказал, возможно, эта должность будет менее оплачиваемая, но, видимо, будет больше времени на себя. Ну, давайте так, наверное. Мы все взрослые люди, и каждый из нас вправе принимать те решения, в жизни которых будут являться потом судьбоносными, по крайней мере. Игорь Юрьевич это решение принял абсолютно самостоятельно. Единственное, что я хочу сказать, еще пользуясь случаем, наверное, даже слова благодарности за работу в правительстве Кировской области, Игорь Юрьевич за эти два года сделал действительно немало для области. принято, скажем так, ряд законопроектов, а сейчас уже можно сказать и законы, по крайней мере, что с его участием ответственность глав районов за системы жизнеобеспечения, она повысилась. Вот это один из моментов, потому что огромное количество котельных, огромное количество тепловых сетей, сетей водопровода на территории области, и за каждую эту систему жизнеобеспечения отвечал глава сельского поселения. Ну, того или другого муниципального образования, получается. Весь мир двигается все-таки в некое укропнение, да, там это по-другому, наверное, не выстроить эти системы, если даже мы вспомним 20-е годы 19-го века, когда создавались машино-тракторные станции, да, ну это из истории, из учебников, где мы учились с вами... МТС, они называются. МТС, да, там один колхоз, одно предприятие, не в силах было купить один трактор и его обслуживать. Вот приблизительно такая же система, наверное, сегодня, там отдельно взятую котельную обслуживать в разы сложнее, чем объединить их все-таки, ну, как минимум в одном районе. Ну, в сетку какую-то, да? Да, 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 и сделать определенную ответственность, определенное предприятие, которое, скажем так, отвечало бы уже за несколько котельных и за несколько систем жизнеобеспечения. И аналитику проще вести все-таки, сравнивая, скажем так, как работает эта котельная, как работает эта котельная, сколько дефектов, какая экономичность работы той или иной сети или той или иной котельной. Это тоже те задачи, которые мы ставим перед собой. Вот в этом же рейтинге, там рейтинг входа в отопительный сезон, дальше рейтинг эффективности работы. Так работает энергетика. В общем, Игорь Юрьевичу удалось выстроить вот эту систему, да? Да, да. Централизовать ее в каком-то смысле, там, да, и вот так вот запитать, чтобы все работало как часы. Ну вот тогда смотрите, да, получается, вот вы с 11 сентября в должности на дворе, там, 20 числа октября Игорь Юрьевич уходит. Вот вам тут несложно в этой ситуации будет? То есть вот вы вот в одночасье только-только начали работать, остались без министра? Ну, опять же, на эту тему давайте так. Я не приехал из другой области, я нашу область знаю, во всех районах был не по одному разу, далеко не по одному разу. Системы жизнеобеспечения мне знакомы. Да, там определенная трудность будет, я это не скрываю. Без помощника работать сложно. Но я думаю, что работа Министерства энергетики и ЖКХ не остановится. Ну да, то есть там есть, конечно, Игорь Юрьевич там работал. Конечно, есть боевые замы, которые подхватят эту работу и справятся, там, учитывая, скажем так, хорошее отношение к руководителю, я имею в виду Игоря Юрьевича, скажем так. Постараются не подвести. Постараются не подвести. А нового руководителя будете искать из числа вот этих вот боевых замов кого-то? Пока не скажете. Не, а что говорить там? Давайте мы, наверное, объявим конкурс. То есть будет кадровый конкурс объявлен, да? А в какие примерно сроки? Давайте сперва все по порядку. Игорь Юрьевич, скажем так, принимает это окончательное решение, ну а дальше уже мы будем объявлять этот конкурс. Не будем торопиться. Ну вот смотрите, да. Давайте не будем торопиться быть, это правильно. Один только вот у меня вопрос еще по кадрам, но он такой более философский, наверное. Вы сами, как рассказали, родились в Кировской области. И вот этот вот момент поиска специалистов, он всегда возникает, по крайней мере, там, в интернете, когда выкладываешь какие-то новости, люди всегда пишут. Вот опять там эти приезжие, как у нас любят называть, их варяги, нужны местные специалисты. Отжали всех, значит, там, всех убрали. Вот на ваш взгляд, специалисты, я не говорю сейчас конкретно про Министерство энергетики и ЖКХ, а вообще в целом. То есть руководитель в регионе, он должен быть местным, вот как вы, кто увидел вот каждую здесь лэп, я не знаю, либо он просто должен быть хорошим специалистом, неважно из какого региона. Уважаемый ведущий, вы задаете провокационный вопрос, вообще-то, да? Но по большому счету, я считаю, что должен на месте работать специалист. Вот это самое главное, неважно какой регион, главный человек должен быть специалистом в этой отрасли. И тогда, я думаю, что все получится. Профессионал. Да, до перерыва мы начали уже немного затрагивать работу управляющих компаний. Когда говорили о входе в отопительный сезон, особенно в Кирове, да, та проблема, которая была, когда люди писали в социальных сетях, невозможно жить уже в квартире, замерзаем уже, включите нам отопление. Причем я напомню, что в мае, во время окончания отопительного сезона, люди даже на остановках. Вот я первый раз такое, на самом деле, слышала. Вот стоишь на остановке, ждешь общественный транспорт, и слышишь, как люди говорят, да когда же уже выключат это отопление? Мне кажется, это ситуация, которая повторяется каждый год почти, ну, не знаю, там, за исключением прошлого лета, когда в июне было холодно, и включали повторно отопление. И вот эта проблема с управляющими компаниями, она носит вот это, из года в год вот эти проблемы все тянутся, тянутся, и они, в принципе, они однотипные. И решение-то вроде бы все что-то предлагают, но ничего по итогу не происходит. Нужна какая-то... А я вот... Договаривай. Нужна какая-то, я не знаю, может быть, программа по работе с этими управляющими компаниями? А я вот сейчас задам провокационный вопрос. Значит, смотрите, какая была история. Я была летом, нет, простите, это было, наверное, в марте все-таки, на заседании Городской думы одной из комиссий, и там как раз обсуждалась история с уборкой снега. Ну, тоже такой болезненный зимний вопрос, да, тоже часто пеняют управляющим компаниям. И депутаты вот о чем говорили. Они приводили в пример Киров и районы области. И показывали, по-моему, Советский район, и говорили, вот, смотрите, Советский район работает одна управляющая компания, одна управляющая компания. Смотрите, как там чисто. А в Кирове, значит, работает их 60 штук, и посмотрите, что у нас происходит во дворах. Вот все-таки, если бы управляющих компаний, например, в Кирове было меньше, было бы проще их контролировать? Я понимаю, что с точки зрения законодательства мы не можем ставить препятствий. Вы проговорили достаточно обширную тему. Мы давайте ее тоже так, как и все в энергетике, разложим. По полочкам. Да, по полочкам, по циферкам, по квадратикам и так далее. Мы сперва говорили про отопление. Наверное, я все-таки начну с такой темы. На сегодня в городе заключено консессионное соглашение. Да, с Т-плюс. С Т-плюс. С компанией, с Кировским филиалом по Т-плюс, с компанией КТК. Вот это один из шагов, в моем понимании, положительных шагов, которые были сделаны и администрацией города Кирова, жителями города Кирова, депутатами городской думы. Для того, чтобы уменьшить проблемы с теплоснабжением, необходимо туда вкладывать деньги и все-таки исправлять эту ситуацию. В процессе этой ситуации должно уменьшаться количество порывов. Это первое. А второе, определенное количество домов должно снабжаться определенными системами управлениями. То есть мы постепенно должны приходить к так называемому умному городу. То есть на входе в дом стоит некая система учета, которая не только теплоресурсы учитывая, но и позволяет регулировать именно эту температуру, о которой мы говорим. То есть излишне не потреблять тот ресурс, который приходит в дом. Мы должны в этом направлении двигаться. То есть получается, как правильно это сказать, корректно поднимать класс энергоэффективности дома? Ну, наверное, да. Ух! Ну, правильно. Правильно. Знание абсолютно правильно. Поэтому это одно мероприятие. С точки зрения управляющей компании, опять же, за этот месяц удалось провести предварительный рейтинг, вернее, провести определенную аналитику и составить тоже определенный рейтинг управляющей компании. Вот этот рейтинг и эта аналитика у меня перед глазами. Я просто хочу вам зачитать некие цифры о том, что много или мало домов. Взяли Приволжский федеральный округ. Город Ижевск. В городе 62 управляющие компании. В Нижнем Новгороде 108. В Вешкарле 44. В Саранске 31. В Самаре 115. В Казани 114. В Ульяновске 88. В Оренбурге 93. В Пензе 85. В Перми 200 управляющих компаний. А в Кирове на сегодня на рынке города Кирова работают 102 управляющие компании. 102? Но это без ТСЖ, без всяких? Да, да. То есть это нет... То есть в Кирове или в Кировской области? Это в Кирове. Это в ТСЖ вместе, да? Да, в том числе и ТСЖ. Немного, немало. Ну, то есть средняя примерно там цифра. Средняя по региону, средняя по ПФО. Не выбиваемся. Причем, допустим, управляющие компании, которые с муниципальной, скажем так, в управлении муниципального образования города Киров, у нас доля достаточно неплохая, 19%. То есть каждая, пятая часть примерно, да, получается? Пятая часть. И работу, я думаю. А они в рейтинге повыше, похуже? Да, рейтинг, похуже, повыше, пониже. Мы пока к этому еще не пришли. Просто разбили все эти управляющие компании на пять основных групп, по большому счету. Первая группа – это дома больше 200 домов, многоквартирных домов. Вторая группа – от 100 до 200. И давайте количество сразу управляющих компаний. Первая группа, вот там, где больше 200 домов, это три управляющих компаний, в том числе вот эти мупы. Вторая группа – от 100 до 200. Четыре управляющие компании. Третья группа от 50 до 106 управляющих компаний. Четвертая группа, уже от 20 до 50 домов, 22 управляющих компаний. Пятая группа от 1 до 20 домов, 52 управляющих компаний. Мне кажется, тут еще, наверное, там, где немного домов, это, скорее всего, управляющие компании, которые от застройщиков. Сейчас же есть вот эта тенденция, когда застройщик сам своими домами управляет, то есть создает управляющую компанию. Но, слушай, я не знаю ни одного нашего застройщика, у которого в управлении может быть 200 домов. Нет, не 200, я имею в виду вот те компании, у кого там от 20, например, до 50. От 20 до 50, наверное, да. Это да. Да, и дальше вот провели определенные сравнительные анализы. Вот именно пока по группам, не по каждой компании, а по группам, пришли к определенным выводам. Я пока, наверное, их говорить не буду, потому что еще не совершен этот рейтинг и этот анализ. Но мы двигаемся в эту сторону и пытаемся анализировать для того, чтобы потом сделать действительно правильные выводы и наметить определенный план мероприятия. Я правильно понимаю, что вот этот вот рейтинг, который вы сейчас держите в руках, это такой документ для закрытого использования? То есть его пока в открытых источниках нет, люди не могут с ним ознакомиться? Да, наверное, еще и рано его в открытые источники куда-то, потому что он несовершенен. Понятно. Это для вас как бы рабочий документ. Это рабочий документ Министерства энергетики и ЖКХ, то, что мы вот попытались силами именом Министерства энергетики, попытались сделать этот рейтинг. А будет все-таки рейтинг на какой-то управляющей компании обновленный или нет? Потому что вот на Гурдоме, опять же, в марте тогда поднимался этот вопрос в Кирове. Я думаю, что он, наверное, на уровне области тоже актуален. Был рейтинг в свое время делал, по-моему, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. И он, в частности, был завязан вот как раз на своевременность платежей, расчетов с поставщиками ресурсов, управляющими компанией. Определенные рейтинги в городе существуют, но пока мое мнение, может быть, оно несколько субъективное, эти рейтинги в полном объеме не работают. То есть они не отражают текущую картину? Ну, они отражают текущую картину, но как этим рейтингом воспользоваться, скажем так, и как повлиять на управляющую компанию, вот этот рейтинг пока не дает возможности применить какие-то, я не знаю, неправильное слово, но санкции к этой управляющей компании. Нет, ну на самом деле это же вот очень важный вопрос по поводу рычагов влияния, потому что если брать, например, тот же самый зимний сезон, ну, отойти немного, да, там, от энергетики и вот в уборку, вот просто элементарно снега, не раз ведь и не два вот эти утренние планерки Ульи Вячеславовича распинают эти управляющие компании, все покачали головой, разошлись, а снег и ныне там. Ну, то есть вот... А снег весной растаял. Да, 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 кстати, снег убирать не будем, он весной растает сам. Вот эти вот рычаги-то, влияние, откуда их брать, как на них влиять, на эти управляющие компании? Ну, смотрите, про рейтинг, почему там мы заговорили, почему это важно, потому что все говорят, что управляющих компаний, ну, вот, которые работают плохо, можно как-то наказать, там, дом может от нее уйти, она потеряет, соответственно, вот какой-то там кусочек своего дохода. Ну, это прям очень процедура длительная. А дом может уйти куда-то в другое место, только если он понимает, что там в другом месте будет не хуже, как минимум, да, а для того, чтобы понимать, где будет лучше, он как раз вот должен, там, житель дома или совет дома, перед глазами видеть этот список из успешных управляющих компаний и компаний «Отсайдер». Ну, причем, да, то есть... Закидали вас вопросами. Вот этот рейтинг, он же должен быть не только, как там, оплаченные считали, еще что-то, то есть люди должны понимать, что... Ну, должны быть понятные людям обычным критериям. Вот что я предлагаю. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, полторы минуты, и как раз Александру Геннадьевичу дадим возможность подумать и ответить на кучу наших вопросов. Александр Царегородцев, заместитель председателя правительства Кировской области в нашей студии, прервались на рекламу, перед этим закидав Александр Геннадьевичу вопросами про управляющие компании. Не знаю, на какие вопросы сможете ответить, на какие не сможете пока еще, потому что еще только входите, да, вот весь этот круг вопросов, в общем, чуть больше месяца вы работаете на посту. Действительно, круг вопросов про управляющие компании достаточно большой. Я так чувствую, вы очень глубоко погружены там в эту проблематику. Это болезненная тема, у нас слушатели нас заставляют погружаться каждый день. Наверное, как ведущие и как непосредственно жители города Кирова, там, ну, у меня там пока, может быть, шуточное предложение, там, ну, отчасти там. Девушки, давайте к нам на работу. Спасибо вам, подумаем. Это первый момент. Второй момент, ну, тема управляющей компании достаточно сложная. Вот еще раз повторюсь о том, что мы начали эту работу, аналитическую работу. Там есть ряд мыслей. Пока, наверное, я оставлю их там при себе. Ну, там, не хотелось бы говорить, что это секреты от наших жителей, да, но пока я оставлю при себе эти вопросы. Но то, что работу будем совместно с городом в это устраивать по управляющим компаниям и как-то призывать их к порядку, я в этом не сомневаюсь. Ну, мне кажется, тут уже сам факт того, что со стороны области будут предприняты какие-то шаги, ну, вот в отношении городского там этого хозяйства уже большой плюс. Уже многом говорит. Хотели во время перерыва, да, мы общались, хотели немного откатиться назад. К проведенным встречам. Да, к проведенным встречам. Были там еще какие-то, видимо, результаты, договоренности достигнуты. Давайте, наверное, да, попытаюсь еще раз проинформировать о том, что за этот месяц удалось сделать, скажем, где побывал, что видел. За месяц, по крайней мере, три раза приходилось выезжать из области. Один раз в Нижний Новгород, один раз в город Уфа, значит, и в Москву. В Нижнем был форум газомоторного топлива. Газпром проводил это совещание. И это тема, которая там, она на сегодня тоже получается, что моя тема. Значит, необходимо собирать предприятия Кировской области, города Кирова, и на эту тему разговаривать. То есть газомоторное топливо, это, в общем-то, будущее. Кроме энергетики, там, необходимо в эту сторону двигаться и как-то пытаться развивать. Там есть регионы чуть больше развитые, скажем так, в этом направлении, чуть меньше. Но нам этот путь еще предстоит пройти. Вчера я не делаю информацию, что спрос на бензин на 1% упал, потому что многие перешли на газ. Можно я даст сразу тут уточняющий момент? Насколько я помню, анонсировали тут строительство двух, по-моему, или трех, поправьте, заправок. У нас две газозаправочные станции есть, одна строится, и есть планы там еще по ряду газозаправочных станций. Но ведь строить надо для кого-то. Это должен быть одновременный синхронизированный переход, скажем так, чтобы и транспорт переоборудовался, и сеть заправочных станций тоже была. Но, насколько я знаю, там предприятиям, которые переведут свой транспорт на газомоторное топливо, им обещают какие-то налоговые, по-моему, преференции? Ну, возможно, да, пока про налоговые преференции говорить не буду. Я вот что, наверное, в этом плане хотел бы сказать. В начале ноября месяца будет проходить форум эффективной энергетики и ресурсоснабжения, традиционный для Кировской области. И в рамках этого форума, там один из вопросов, будет как раз обсуждаться переход на газомоторное топливо. Поэтому я приглашаю всех руководителей, заинтересованных предприятий. Потому что, по большому счету, стоимость топлива как минимум в два раза дешевле, как минимум. А при там неких других подходах, то может быть еще, скажем так, эффект экономический еще выше. Поэтому предлагаю принять участие. Говорю о том, что, скорее всего, скажем так, по согласованию с губернатором Кировской области, этот форум, скорее всего, будет открывать Игорь Владимирович. Значит, форум достаточно обширный и значимый для нашей области. Будут и другие регионы. Нижний Новгород, Уфа и куда-то еще, да? Другие поездки, да. Значит, это Москва и Уфа. Это штабы по электронадежности. В общем, по подготовке к зиме подводились определенные итоги в ПФО, а потом уже в федеральном штабе. Кировская область в худших точно не была отмечена даже с теми проблемами, с небольшими проблемами, которые у нас были. Единственное, наверное, вот это там где-то поднимался вопрос, это за долги перед ресурсоснабжающими организациями. В Уфе, в Москве, скажем так, было отмечено, что в нашей области все хорошо по подготовке к зиме. С точки зрения крупных компаний, которые там провели и ремонты, и, скажем так, правильно... Это про энергетические компании мы говорим или в целом про ресурсные? В целом. В целом про ресурсные. Еще один вопрос у нас есть, важный вопрос. Вы тоже его курируете, и, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, кажется, тоже вот еще только начинаете в него погружаться. Да, это вопрос нацпроекта «Комфортная городская среда». Вот я сразу там извиняюсь перед гостями, перед слушателями. Если какие-то вопросы буду задавать, на которые вы пока не сможете ответить, да? Вот, я предлагаю сначала все-таки оттолкнуться от цифр от итоговых по реализации программы в этом году. Вот, и перспективы на следующий год. Мы немножко по Кирову как-то вот цифры знаем, а что в районных областях происходит? Наверное, давайте я проговорю цифры в целом по области. Давайте. Значит, есть национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках этого национального проекта реализуется федеральный проект и одноименный региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Вот так устроено, значит… Там сложная схема такая. Проектное управление. Ну, а схема не сложная. Не, ну, в смысле лесенка такая. Да, это определенное проектное управление. Вот и все, скажем так. И этот проектный офис, он в области тоже у нас есть. В 2018 году через эти проекты было внедрено, скажем так, слово «освоено» точно неправильно, было, скажем так… Сделано. Сделано на 312 миллионов рублей. В 2019 году это уже 511 миллионов рублей, в том числе, скажем так, советский район, город Советский, там выиграл еще один грант на 60 миллионов рублей на благоустройство набережной в городе Советский. То есть, итого будет 511 миллионов рублей. Полтора раза рост. Неплохие показатели. И мы готовимся уже вступить в 2020 год. Но здесь очень важно мнение и активное участие жителей муниципальных районов и непосредственно руководителей, ну, администрации муниципальных объединений. Вот если эту структуру построить, активность жителей, желание муниципальных образований, то я думаю, что все у нас с вами получится. Ну, мне кажется, да, тут просто важно как-то донести, что это такое дело-то общее. Ну, вот смотри, да. То есть, не власти должны сделать, да, а все должны какое-то принять участие. Ну, то есть, если жители, например, не вкладываются финансово, да, ну, хотя бы придите, хотя бы проголосуйте, хотя бы там скажите, что вам нужно, да, скажите, что вы говорите. Можно еще вот несколько циферок провести. В 2008 году в области было благоустроено 73 общественных пространства и 185 дворов. А в 2019 году 123 общественных пространства и 149 дворов. И приезжала с проверкой группа депутатов Государственной Думы, отметили, ну, очень положительную работу в этом направлении. То есть, замечаний никаких не было. Все, что было предложено, все, в общем-то, вовремя построено, скажем так, и жители... Не жалуются. Не жалуются, да. Я вот по поводу того, что ты сказала, что какую-то сознательность нужно проявлять, вот это рейтинговое голосование, да, которое было, по которому... Ну, мы вот на примерах Кирова больше основываемся, да. Вот то, по которому сейчас заканчивают набережную в Нововятске. Мы уже практически закончили. И, насколько я понимаю, туда поведут участников второго нашего урбанистического формы. Показывать. Да, оценили. И я принимала участие вот в этом рейтинговом голосовании. Да, я тоже. Голосовала за тротуары на Щерса. Так, и как? И, о боги, выиграли. Ну, выиграла. Сделали тротуары-то? Да, там теперь с двух сторон. Вот я сколько лет живу на дружбе, ну, то есть... И правда, когда ты видишь вот этот эффект, когда ты сам ходил, поставил эту галку, и вот все лето делали эти тротуары, и теперь можно спокойно ходить пешком до вокзала, да. Потому что же там, ну, кто живет, слушатели там знают, что это ужас. И с одной и с другой стороны эти тротуары, ну, там просто непроходимое было. Поэтому такие вот вещи, они очень важны. Уважаемая ведущая, спасибо вам за активную жизненную позицию. Но, смотрите, все равно тема вот эта комфортная городская среда, наверное, не совсем в вашей, так сказать, области в плане... Ну, мне кажется, я не знаю, есть ли у вас стопроцентно рычаги влияния вот именно конкретно в этой программе? Потому что, видите, очень же много зависит от муниципалитетов. Вы все ищете какие-то рычаги. Ну, как, как? Рычаги, рычаги, я скажу. Я в хорошем смысле имею в виду рычаги. Нет, конечно, было бы прекрасно, если бы все на местах, работали сами, без всякого нагоняя сверху, да. Ну, ведь вот давайте, есть определенный пример и определенная жизненная практика, наверное, как работал с предыдущим коллективом. Пусть это нигде не было декларировано на бумаге, но, по крайней мере, есть принципы кайдзен. Улучшая и улучшенная или нет предела совершенству. Вот если мы всем обществом начнем в этом направлении двигаться, то жизнь непременно будет меняться в лучшую сторону. Это пример концерна «Тойота», это пример Японии, ну, может, там, ну, вот, это мировая практика. Ну, я всегда по этому поводу еще вспоминаю Василия Куприяновича Сураева, покойного. Он тогда согласился возглавить комитет профильный. И я подошла к нему, спросила, я говорю... В законодательном собрании. Да, в законодательном собрании. Я подошла, спросила, говорю, а как, ну, вот вы руководите крупным заводом, и тут еще комитет, предполагается, что-то освобожденная ставка, как вообще успевать-то все собираетесь? Он мне говорит, Дарья, у меня на заводе все само уже работает, и плох тот руководитель, без которого все рассыпется. Я стояла и подумала, ну, действительно, ведь правильно говорит. И вот было бы, наверное, замечательно, если бы у нас так же все работало, и не нужно было каждый отдельный муниципалитет действительно... Шпынять. Шпынять, да, контролировать. Да, наверное, да, дай бог, сколько у нас еще? У нас полминутки осталось. Полминутки. Я буквально о чем хочу сказать. В данный момент, конечно, вот мы говорим так, на позитивной ноте наше обсуждение происходит, но действительно, сейчас в данный момент там есть небольшая проблема с КТК, с порывом теплосети. Я очень надеюсь о том, что, значит, уже аварийные бригады туда выехали. Это район Коневского рынка, да? Да, где-то Коневской площади, Коневского рынка. Значит, я очень надеюсь на профессиональную работу тех людей, кто устраняет эти аварии. Я бы очень хотел, чтобы их было как можно меньше. И сейчас после вот этого эфира я тоже туда поеду, наверное, вместе с руководителем по АТ-плюс посмотрим. Но вот в такие ситуации, по моему опыту, значит, в самый первый момент, наверное, вмешиваться руководителю точно не надо. Если в предприятии все отстроено, то все службы должны выполнять те регламенты, которые им предписаны. А приезд руководителя, как вот вы только тогда тоже приводили пример, это уже потом что-то чуть-чуть подкорректировать. Спасибо. Спасибо и вам. Благодарим Александру Царегородцеву, заместителя председателя правительства Кировской области. Вот дебютный наш эфир. Пожалуйста, приходите. Приходите к нам в гости. Спасибо. Мы с Дарьей прощаемся через 20 минут, вторая часть дневного разворота, придет в студию Дарья и Светлана Занько.